Субтитры делал DimaTorzok Ну, мы сейчас обсуждаем Бога не с точки зрения какой-то отдельной конфессии, а в смысле некого богословия, некого подхода, общего подхода. Так вот, Бог понимается как мышление, а не как сознание. Докажи. Ну, как докажи? Ну, это просто... У Аристотеля Бог является умом, перводвигателем. Ну, хорошо, после Аристотеля. У Гегеля Бог является... Гегель, это как это? Абсолютно, идеей является Богом. Ну, у Гегеля, на самом деле, надо признать, что не различено. Точнее, сначала различено сознание и мышление, а потом оно вот отождественено в конце. То есть, как бы получается, что у него одновременно есть и Бог, и ты, и абсолютный дух, и абсолютная идея. Абсолютный дух, это относится к области сознания, абсолютная идея, и относится к области мышления. Ну, просто это то же, что оно... Ну, оно как бы не обосновано, на самом деле, если брать эти первичные интуиции. Тоже надо еще как-то обосновывать. Оно у него возникает, потому что изначально у Гегеля мышление и сознание не различаются. Существенно не различается. Ну, это как-то там... В свое время даже мы, по-моему, обсуждали. Так вот, вопрос состоит в том, что вот если попытаться понять Бога как сознание, будет ли, получится ли оттуда отсюда какие-нибудь дополнительные результаты. Тут что интересно, разница в чем? Потому что почему Богословие вообще придерживаются, что у Бог есть мышление? Потому что мышление, оно производительное. Потому что, ну, если брать по аналогии, вот мы говорили про метафору, что такое метафора мышления, что Бог понимается как мышление. Мы смотрим на то, что такое мышление у нас. Мышление у нас производит мысли. Они у нас и возникают, да, мы как бы их производим. В каком-то смысле мы их производим из ничего. И вот по этой аналогии можно понимать, что вот Бог как мышление творит мир. Да, вот творит мир как своего рода мысль. Как мысль, мир представляется бы мышлением ума. Это одна сторона вопроса. А если понимать Бога как сознание, ну, на самом деле, если брать богословие, то это просто Бог есть Дух. Потому что именно сторона Духа – это и есть сторона сознания. Так вот, если Бог как сознание, Он не может ничего творить. Да, Он скорее может… Ну, почему? Потому что мышление, оно относится к чему-то другому, как к другому. И оно как бы подходит, допустим, вот если речь идет о мире, да, то мышление как бы мыслит мир как нечто другое. А сознание, оно всегда одно, и вне сознания ничего нет. То есть отношение между тем, что есть сознание, тем, что осознается, оно какое-то является как бы отношением внутри сознания. И поэтому в этом отношении, что верь не творится, из ничего. А просто как бы Бог как сознание что-то осознавает, и Сам вот это то, что осознается, становится миром. Вот как-то так. Ну, это такие аналоги далекие, да, это для того, чтобы просто подойти к вопросу. Для того, чтобы подойти к вопросу, скажи, пожалуйста, когда ты говоришь богословие, а ты конкретно что имеешь в виду? Я имею в виду, что... Потому что богословие это... Богословие это чайничество. Это вполне понятный термин христианской культуры. Понятно. Почему христианский? Ну, потому что это термин... На самом деле я бы, конечно, использовал термин «теология». Давай «теология». А «богословие» — это русская калька слова «теология». Ну, это понятно. Просто я думал, на самом деле, над этим, как лучше говорить «теология», «богословие». Просто мне не нравится использование иностранных терминов. Зачем их использовать лишний раз? Зря. Ну, за тем, что кто-то, типа меня или кого-то еще, у кого закреплено в сознании, понимание богословия определенным образом, на что-то привязывается. Если надо все-таки смотрят. Ну, это не существенно. Потому что богословие... Один раз просто это надо проговорить, что речь идет о том, что в философии есть отдел, который связан с таким существом, как Абсолют. В любом, почти любая философия более-менее значащая, она всегда обращается как бы к Богу, к Абсолюту. Она исследует и этот вопрос. То есть теология является частью богословия, частью философии. Это везде. И у древних авторов, и у современных авторов. Вопросы за Бога и у Декарта, и у Канта, и у Гегель. А если что, может, у Хадигера его нет? Это специфика просто подхода к самому Хадиге. Вопрос существенный, его обойти нельзя. Это один из вопросов, к которому надо как-то к нему относиться. И если мы пытаемся философствовать, допустим, если мы разработали какую-нибудь парадигму, допустим, мы пытаемся философию сознания дальше продвигать. Можно просто расширить философию сознания и также и на такой объект, как Абсолют. Посмотреть, что получится. Ретодология некоторая разработана, что такое представление, что такое сознание. Есть некое представление об этом. Как это можно сделать, тоже примерно понятно. То есть просто перенести эту методологию полностью на богословие и посмотреть, что из этого получится. Можно вступать в некие более детальные подробности. Допустим, здесь брать христианство, как некую реализацию определенного рода теологии и рассматривать, как это работает уже в конкретике. А можно просто идти по верхам, допустим, брать только общие вопросы. Ну, просто общие вопросы не всегда интересно разбирать. Это достаточно простая логика по отношению к тому, что представляется в Абсолюте, и как он относится к миру и к человеку. Поэтому интересно, конечно, войти в какую-то конкретную содержательность, допустим, в гословии христианства, и там разобрать вопросы. Вообще-то просто разговор о том, можно ли применить какую-то методологию, к чему-либо еще. Вот ближайшим образом объекты такого применения, того, что можно назвать сознанием, является Абсолют. И можно попытаться разработать какие-то уже предельные понимания того, что может быть так. Как можно понимать, что такое сознание. Не говоря уже о том, что очень важно, опять же, постоянно же возникает вопрос. Есть сознание отдельного человека, есть сознание коллективное, какое-то общественное сознание есть. А возможно, есть сознание и мировое. То есть, может быть, есть какие-то уровни сознания. Это же тоже можно все обсуждать. Это тоже все важно. Но вот когда Хеллингера мы обсуждали, там возникали всякого рода вопросы, связанные с тем, допустим, вот дух. Дух является всегда духом только отдельных индивидов, или все-таки есть дух коллектива, дух народа, дух государства. Слово дух, на самом деле, это просто иное выражение слова «сознание», того, что мы понимаем по сознанию. Потому что сторона мышления, она связана с понятиями, с идеями связана. Она связана как бы с другими существами. А вот дух и все, что связано с духовностью, вообще сама духовность даже связана именно с сознанием. Недаром, на самом деле, тут есть такая интересная аналогия, что мышление всегда требует какой-то содержательности. То есть мы говорим о том, что глубокая мысль, имея в виду, что имеет какое-то глубокое содержание. Это, например, высказывание или какое-то построение. А когда мы говорим о духовности, мы не обязательно требуем, что там есть глубокое содержание. То есть духовность, она понимается принципиально и как нечто, что имеет какое-то особое содержание, которое можно изложить в такой сфете войне. То есть так же эти сознания соответствуются с мышлением. Ведь мышление погружено в сознание, и оно составляет только часть сознания. И мышление, конечно же, оно занимается содержательностью, оно развивает логику некую, строит теории и прочие концепции, строит это. Но сознание само по себе, оно может быть просто созерцательным. Оно не обязательно нуждается в концепциях. Если обратить внимание на примеры того, что представляет собой высокие уровни, в которых люди достигают, ну, при движении к Богу, люди достигают иногда высоких уровней, эти уровни часто не обязательно связаны с каким-то высоким уровнем мышления. То есть люди могут быть даже и неграмотными, да, тем не менее достигать каких-то вершин. Даже не в Богопознании, надо говорить, а в Боговедении, наверное, да, или Духа, да, лучше говорить. То есть на самом деле человек может, и, допустим, опять же, молитва, вопрос о молитве. Есть молитва? В молитве же это же не нечто какое-то. Вот говорят умное делание, а в чем там умное делание состоит, если там мышления нет? Да, там, что там остается? А, там умное делание, потому что нужно побуждать умных, то есть как раз остановить мышление. Правильно. Так если остановить мышление, так это и означает, значит, что Бог не является мышлением, ведь приобщается к чему-то, достигая это с помощью определенного средства. Если Бог был бы мышлением, то мы бы приобщались к нему с помощью мышления. Но молитвами мы от мышления отказываемся. Причем отказываемся намеренно. Это целая своего рода медитация, своего рода, как бы, некого рода, там, опыт. Причем этот опыт, он работает. Есть много людей, там, святых и так далее, которые этого достигают. То есть на самом деле получается, что то, что Бог является сознанием, в этом есть некая правдоподобная интуиция, которую он может пытаться разрабатывать. То есть этот вопрос открытый. Я уже как бы давно говорил о том, что Бог есть сознание. Но теперь вот можно попытаться это обсуждать. И можно начать этот вопрос обсуждать, например, с этой стороны. Ты правильно поняла, что ты, ну как бы, не то, что заменяешь, но сейчас ты заменяешь дух и сознание, правильно? Ну, дух – это и есть сознание. Просто дух – это определенное сознание определенного уровня. Вот если мы возьмем феноменологию духа, то там есть сознание, разный уровень сознания. В том числе и мышление ведь тоже некоторый уровень сознания. И потом, в конце концов, появляется дух, да? Да, когда-то на каком-то высоком уровне сознания появляется дух. Это просто определенного рода более высокий уровень сознания. Как эти уровни сознания отличаются, и можно ли говорить здесь о восхождении – это уже отдельный разговор. На самом деле, если вдуматься, на самом деле, здесь скорее может быть разговор не о восхождении, а разговор о расширении. У нас есть некая наша обычная сфера сознания, и в эту сферу сознания попадает некого роду опыт. Обыденный, с которым мы постоянно имеем дело. И мы привыкаем к этому опыту, и только вот этот опыт считаем как бы опытом сознания. А на самом деле его же можно расширять, да вот есть как было. Мы всегда же говорим о том, что именно сознание связано с таким понятием, как опыт. Вообще сознание, например, исследователь, опять же, феноменологии духа, всегда охвачено опытом, оно постоянно находится в опыте. Это просто, на самом деле, гегелевская интуиция, что сознание постоянно охвачено опытом. Вот феноменология духа, это просто постоянно прописано. То есть что такое опыт? Опыт всегда опыт сознания. Сознание находится в неком опыте. Этот опыт, на самом деле, может быть определенного рода, то есть есть некий, можно этот опыт градировать. Да, но эта вот градация, это есть некое внешнее требование к этому опыту. Потому что нельзя сказать, что есть только опыт чувствования, опыт восприятия или опыт мышления. На самом деле, если вдуматься, все эти опыты одновременно есть. Если мы подходим к делу феноменологически, то мы должны говорить о том, что различные рода опыты сознания, которые у гегеля выстроены в неком движении и иерархии, эти различные уровни, они даны сразу одновременно или это положено. И сознание скорее представляет собой, как мы говорим, пространственность и представляет собой какое-то расширение этой сферы. То есть когда мы расширяем свой опыт, просто это происходит так, как будто бы сфера расширяется. И на каком-то уровне этого расширения возникают также такие вещи, как абсолют. И мы должны как-то с этим соотноситься, должны понять, как, откуда это берется и что это такое. Так вот, для того, чтобы подойти к этому вопросу, что это такое, вот можно начать, допустим, с философии Декарта. У Декарта есть две субстанции, субстанция мыслящая и субстанция протяженная. И у него там логика такая, что на самом деле эти две субстанции объединяются, ну, чтобы дуализма не было, да, объединяются на базе божественной субстанции. То есть божественная субстанция, она объединяет эти две субстанции. И получается как бы не дуализм, а... Как это называется? Синтез. Нет. Ну, получается как бы одно, одна субстанция, для которых эти две субстанции объединяются. Но если вдуматься, на самом деле, вот эта божественная субстанция никак не определена. Из того, что она названа божественной, ведь ничего не сказано. Просто присоединен некий предикат божественный, который еще сам требует своего обоснования. Если вот вдуматься в вопрос, то, возможно, этой вот субстанцией божественной является сознание. То есть именно сознание является тем третьим основанием, которое объединяет вот эти два. То есть протяженную субстанцию и мысленную. Для этого необходимо обратиться также вот к кантовской философии. У Канта, получается, одна из главных проблем критики чистого разума состоит в том, каким образом соотносятся понятия и объекты созерцания. Почему? Потому что понятия являются априорными, да, и вот у него возникает такая проблема дедукции. Понятия, да, как они вообще применимы к объектам созерцания. Ну, для того, чтобы они были применимы, ну, там решается этот вопрос, для того, чтобы они были применимы, необходимо, как он пишет, общее основание. Для того, чтобы две разнородных сущности, принципиально разнородные, да, могли быть соединены. Да и как-то объединены в то, что называется опытом. И вот этим третьим основанием является у него трансцендентальная схема. Я тоже, как бы, в свое время об этом рассудил, мы, по-моему, об этом тоже рассуждали. И вообще говоря, трансцендентальная схема – это, опять же, структура сознания. Потому что именно сознание выступает как некая схема. То есть и здесь, получается, сознание является тем третьим, да, тем третьим основанием, которое объединяет созерцание и понятие. Поэтому мы подходим теперь к вопросу. Вот у нас есть вот некоторые заходы, да, вот предварительные заходы с разных сторон. Все показывает на то, что действительно сознание именно связано с божественностью. Да, и как-то связано со всеми. И для того, чтобы теперь выстраивать богословие в некотором новом, исходя из некоторых новых интуиций, да, вот из интуиции, чтобы Бог есть сознание, необходимо вот опять все заново попытаться все вопросы, которые связаны с богословием рассмотреть. На этом новом основании. Мне кажется, это было бы интересно. А потом можно попытаться как бы и само христианство рассмотреть с этой стороны. То есть просто взять все, и те результаты, которые были бы получены в результате вот этого рассмотрения, можно было бы перенести на конкретное, допустим, богословие христианское. И вообще войти там во все подробности. Так, и можно просто взять все вопросы, которые связаны с Абсолютом, да, и начать только рассматривать сверху вниз, да, там, начинать начать с вопроса, каким образом Бог соотносится с миром, потом с каким образом он соотносится с человеком, так и так далее. Там можно затронуть вопрос этики. Что бы значило в этом был случай этики, и что бы значило в этом случае восхождение человека к Богу? Ну, почему сразу оговорюсь, почему я сам сначала сопротивляюсь, может, еще буду сопротивляться? Потому что самые первые фразы, Бог, что Бог — это мышление, или Бог, что Бог — это сознание, странно слышать, потому что, ну, сказать, у меня в сознании Бог — это все-таки личность. Существо. То есть ясно, что оно и мышление, и сознание, и еще там кучу всего остального. Ну, мне интересно, что у нас получится из этого рассмотрения, чисто философского. Потому что философия, и очевидно, Бог — это не личность. Не, ну, можно начать с вопроса тогда, «Имеет ли Бог тело тогда?» «Антропомофен ли он там?» «Ну, почему здесь тело?» «Ну, а что значит? И почему мышление не может быть личностью?» «Почему ум какой-то, который существует?» «Может, но как это отделяет, что Бог — это только мышление?» «Ну, получается, что у тебя Бог как человек, что ли? Он имеет так же много способностей? Одну, вторую, третью?» «Ну, типа, может, еще и больше. Не, ну, просто есть примитивный подход к Богу, когда Бог понимается, уж совсем по аналогии с человеком, да? Что Бог как бы так же соотносится с миром, как мы соотносим. Чуть ли там не в пространстве это дело происходит? «Не, почему просто? Почему из пространства?» «Мне кажется, наоборот, будет примитивным брать что-то одно и называть это Богом». «Оклично, запистили?» «Да». «Просто вот скажи мне, что такое Бог философии?» «Смотри, вот мы, допустим, исследуем что-нибудь. Мы не можем отсоединить от самого объекта способ, каким он нам дан. То есть, допустим, объект нам дан через восприятие. Само восприятие существенно участвует в том, что такое этот объект, да? Ну, как бы, по вскрытии, как бы конституирует нам этот объект. Мы можем брать здесь, допустим, аналогию Канта, а можно просто обойтись. И без Канта там, да? Что, вот, и снеги, или наши формы субъективные, которые проектируются в мир, да? И, собственно, вот то, что мы видим, они и конструируются в результате этого видения. Точно так же, любой опыт, в любом опыте нельзя отвлечься от способа, каким нам нечто дано. Бог нам никаким образом чувственно не дан. Бог нам дан какой-то другой способностью. Вот такой способностью, которая отличается от чувства, всегда называли мышление. И поскольку Бог дан только через мышление, это единственный доступ Бога, то мы мышление от Бога отсоединить не можем. Никак. И поэтому, ну, даже иногда говорят, что Бог есть понятие, да? Ну, он, конечно, не понятие. Он, конечно, какой-то объект. Но в каком-то отношении никакого другого доступа к Богу, кроме как через понятие, у нас нет. Нет, есть еще, правда, если надо договориться, есть еще такое направление, когда Бог понимается, как передается нам через переживание. Да, вот мы через переживание переживаем собственное бытие, а можем через переживание переживать нечто другое, да? Мы другого можем переживать. Но в переживании нет никакой определенности. Мы только переживаем и все. То есть мы можем находиться в Боге, переживая его, но тем не менее мы не понимаем на самом деле. Нам нужна некая определенность, некая чтойность для того, чтобы определить, что это такое. То, что переживание, как он при уходе, связано с бытием, а мы различаем бытие и сущность. Сущность Бога нам не может дана в переживании быть. Переживание может достигать Бога каким-то образом. Потому что точно так же переживание может достигать бытие. Что такое переживание? Мы переживаем, например, свое собственное бытие или время переживаем. То есть мы можем в переживании переживать много что. И может быть есть какие-то особо специальные религиозные переживания. И действительно, это нельзя никогда отбрасывать. Потому что, например, народная религия, она в большей степени именно переживательная религия. Люди достигают Бога через переживание. Им этого достаточно. Но для богословия это просто недостаточно. Им нужны какие-то другие способы. А другой способ единственный остается. Это мышление и сознание. Но раньше мышление и сознание их просто не разводили. Они как бы оставались в некой вот такой нерасчлененности. И мышление и сознание понималось как нечто одно. Переживание и сознание это все-таки не одно и то же? Нет. В этом случае? Существенно не одно и то же. Это существенно не одно и то же. потому что сознание может быть и переживанием, и восприятием, и мышлением. Сознание во всем участвует. Нельзя к его свести еще к какой-то одной частности. Потому что есть многообразие. Сознание – это целостный опыт всего, что только возможно. Возможно, очень много разных опытов. Но ведь тут еще воображение можно включить. А у кого-то еще какие-то способности есть специфические, которых даже слова может быть нет. Понимаешь, у него есть эта способность, а с другим словом у нас для этой способности нет. Так вот, вопрос состоит в том, если мы говорим о том, что мы хотим какую-то сущность Бога, все-таки познание, мы должны обратиться к мышлению и постигать Бога через мышление. И поэтому получается, что постигая Бога через мышление, то наш доступ к Богу, а именно через мышление, он участвует в конституировании того, что представляет собой Бог. Хотим ли мы того или нет? И получается, что странно. Да, Бог становится мышлением. Но это просто тот же самый разговор, что мышление все делает мышлением. Когда мы что-то мыслим, мы все превращаем в мысль. И Бог становится мыслью. Потому что мышление так устроено. Оно всегда берет свой предмет как некий смысл, как мысль. Зрение всегда берет свой предмет как образ, звук всегда берет свой предмет как звук и так далее. Но, в чем тут проблема состоит? Если Бог редуцируется к мышлению, я согласен с тобой, это некого рода недостаток. Но это тот самый недостаток, от которого богословию сложно избавиться. Потому что другой попытки сущность Бога узреть нет просто. У нас просто других способностей нет. Вот сейчас вот предлагается попытка осознавать Бога как сознание. Теперь у нас получается вот есть вот эта вот игра. Что, во-первых, у нас есть мышление отдельно, и мы понимаем, что значит Бога мыслит. А в другой у нас есть другая позиция. Позиция сознания. И из-за того, что этих позиций две, мы теперь можем на самом деле действительно Бога сделать личностью. Потому что если Бог дается только через одну способность, ну в смысле его сущность дается через одну способность, у нас нет способа проверить, так это или нет. А если Бог это постигается, допустим, через две способности, то у нас есть возможность проверить. Почему? Почему это у нас есть возможность проверить? Потому что мы можем сопоставить данные, которые Бог есть как сознание, Бог как мышление, мы можем сопоставлять, накладывать друг на друга. А это дает возможность увидеть различия. Если оно есть, почему Бог... А в чем терминологически, в чем разница в твоем потреблении? Бог как сознание, Бог как мышление, в сравнении с таким употреблением Бог в мышлении и Бог в сознании. Потому что пока ты как бы говоришь... В смысле как перейти от субъективного к чему-то другому, процедентарному? Просто вот есть, допустим, способность... Нет, не в этом смысле, а в том смысле, что вот пока то, что ты говоришь, вот есть, допустим, способность мышления, есть все, что может она сказать о Боге. И это получается Бог как бы в мышлении. Что он представляет себя в мышлении? Он представляет себе идею, понятие. Одним можно сказать, то, сё, пятое-десятое. Можно так как-то его сущность ухватить и удержать. Вот в отличие от незнакомых переживаний, где тоже на самом деле сущность возникает, но она просто не удерживается в переживании, поскольку само переживание не удерживается. Вот. Так вот, Бог в мышлении – это понятно. Бог в сознании, ну, видимо, это как бы там, где он присутствует в сознании, но как бы не мыслится при этом, не обязательно мыслится, да? Не, не обязательно мыслится. Не обязательно мыслится. Но при этом он не становится от этого самого ни мышлением, ни сознанием. Это не то, что Бог как мышление, и Бог как сознание. Оно может быть становится, я не знаю, может быть как-то... Но это как бы необязательно переводит. Ну, это вот разговор, правильно, здесь разговор, опять же, методологический. Вот смотри, мы когда говорим, что бытие есть мысль, мы что имеем в виду? Конечно же, бытие, мы понимаем, что существовать, это как бы не мысль. Но другого способа, каким образом мы схватываем бытие, у нас нет. У нас есть либо бытие мысль, как мысль, но вот Хадигар придумал второй способ, бытие мысли, как переживание. Да, но я почему именно сейчас этот комментарий вставил, именно тот момент, когда ты сказал, что вот у нас два подхода возникло. Как только у нас возникло два подхода, как только он не только мышление и не только сознание, а мы можем даже сравнивать, он сразу перестал быть и сознанием, и мышлением, а просто стал как Бог, как Бог, но в сфере мышления и в сфере сознания. Да. Раз или два. Он как бы преломлен в двух различных способах. Тут знаете, в чем просто разница, что сознание и мышление неравноправно. Да, недооценно, да. Просто все находится в сознании, в том числе и мышление. И мышление без сознания никуда делиться не может. Поэтому я говорю, что Бог есть в сознании. То есть, наоборот, когда говорили, что Бог есть в мышлении, то это, на самом деле, лукаве. Потому что есть куда еще вступить дальше. Более абсолютным основанием. Надо как бы тогда добавлять, что любой феномен есть в сознании. Да, получается, да. На самом деле, да, любой феномен есть факт сознания, некое сознание. Не потому, что, может, он сам-то не сознание. Но для нас, в нашем опыте, он всегда выступает как некое сознание. Всегда. Понятное дело, что мы всякий раз, когда что-то сознаем, и когда в нашем опыте мы общаемся с тем, с вещами, ну, понятное дело, что мы подразумеваем эти вещи, их передвигаем и так далее. Нам ничто не мешает. Но, тем не менее, все это погружено в сознание, и весь опыт происходит как опыт сознания. То есть, вот этот доступ с помощью сознания, он никуда не девается, он постоянно присутствует, в нашем опыте он постоянно присутствует. И весь мир для нас именно потому, таков, как мы даже видим мир, на самом деле, глазами сознания. Наше сознание спроектировано на этот мир. И в этом мире мы видим прямо стул. Да, не просто воспринимаем нечто, а потом думаем, и это стул. Не, мы прямо видим стул. Ну, хорошо. А вот, допустим, какие-нибудь математические конструкты? Точно так же мы проектируем. Они, как бы, тоже есть феномен сознания. Да. Мы их точно так же накладами проектируем. И вообще вся физика, вся наука, она вот так спроектирует. Хорошо. А что мы, как бы, добились? Ну, так вот мы расширили. Вот. То есть, понимаешь, в чем дело? Ну, он же все равно остался пока, по крайней мере, неотличимым от математического конструкта. Да, пока нет. Ну, для того, чтобы этот вопрос, требуется действительно обсуждение. Каким образом нам надо как-то найти какой-то способ, каким образом вдруг оказывается, что то, что мы называем Богом, это не просто вот наша конструкция, да? Не важно, там, математическая она присутствует. Пусть она, как бы, в конце концов, в сознании, да? Да, 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 да. То есть, она для нас присутствует. Но только соответствует ли это чему-либо, да, в каком-нибудь, в каком-то специфическом смысле, да, вот, самой реальности? Или это только вот так и остается нашим конструктом, да, внутри сознания? Это очень важно было бы для религии. То есть, поклоняются ли они просто какому-то конструкту сознательному, да, который есть у всех? Просто у всех в сознании есть этот конструкт. Ну, шикарно, мы полчаса сейчас формулируем, формулируем, он просто простой. А есть ли Бог? Нет. Это так, если ты думаешь, что философия только и занимается, что занимается бытием. И вообще любой вопрос всегда сводится, в конце концов, бытию. Философски так, вот так устроена философия. Это все другие науки занимаются сущностью, да, они вот перебирают ее, там, там, это сущность, она такова, другая, третья. Для нас-то как раз вопрос бытия и самый главный. И мы его и выясняем. Просто сейчас мы дошли до него вот таким вот способом. Но другое дело, что это один из вопросов, да. Мы должны сначала конституировать вот этот некий конструкт, его разобрать, что это такое. А потом уже понять, каким образом есть доступ к нему. Быть может быть то, что есть переживание религиозное, переживание бытия, но не самого нас переживания, а переживание бытия другого. Абсолютно. То может быть, если вот это вот все выстроится в некий конструкт, с одной стороны сознание, с другой стороны мышление, а с третьей переживание, то вот и получится вам личность. То есть она просто дана многообразным способом. Если нечто дано многообразным способом и сохраняет свое единство, и это нечто, и есть нечто особенное, да, само по себе существующее. Как мы познаем, что вот этот стакан сам по себе существующий? Он дан как нечто многообразным способом, я его могу обходить и так далее. У него есть некое единство, которое постоянно сохраняет его как то же самое. И поэтому он есть нечто сам по себе. Он не личность. Он не личность, конечно, это просто вещь. А личность точно так же... У нас стаканы всей личности. Может быть, у вас? Да, да, да. Не, ну дальше так же с Богом надо, для того, чтобы все-таки взойти к тому, чтобы... Но Бог же это не стакан. Понимаешь, не получается ли так, что люди говорят, что у Бога есть личность, на самом деле общаются с каким-то просто понятием. У них просто есть некое вот слово или понятие. Они говорят Бог. Это же простое слово. Надо же наполнить его смыслом-то. Наполнить его... В чем состоит сущность этого слова? Какая сущность... Это значит не так надо говорить. Какая сущность стоит за этим словом? Ведь слово это просто маркер. Можно было бы абсолютно назвать любым другим словом. Это ведь не важно там. Теос там назвать или там еще как-нибудь там. Важно, на самом деле, в какое содержание подкладывается в это слово. В чем состоит смысл? Вот этого смысла надо добиться. А потом вторым вопросом выяснить. Допустим, мы добились смысла, единственного, которого нам доступен. А доступен он нам через сознание. Потому что сознание это предельное основание. Дальше уже двигаться нельзя. Потому что вне сознания для нас ничего уже не существует. Мы должны достигнуть определенного основания. Попытаемся понять, что такое здесь абсолют. Выясним этот вопрос. А потом можно будет выяснить вопросы также связанные с бытием Божьего. И это всегда так будет на самом деле. С Богом иначе не получится. Не получится так, что можно будет сразу знать нечто как отделенное. Некоторые объекты. А потом к нему, как мы обычно привыкли, применить все наши способности. Восприятие, мышление и прочее. Не получится так, что у Бога бытие предшествует его сущности. Придется наоборот всегда выстраивать. Всегда сущность будет предшествовать бытию Бога. И мы всегда сначала будем пытаться понять, что такое сущность. А потом только пытаться понять, каким образом он существует. Уж такой способ данности Бога. Доступа к нему. Не данности. Данности это неправильное слово. Доступа. Всегда надо понимать, что доступ участвует в конституировании того, к чему есть доступ. Это просто неизбежное зло. Так уж устроено. Поэтому мы, конечно же, всегда можем получить вместо неба истины, облака заблуждения. Такое может всегда случиться. Всегда занимаясь такими вопросами, мы можем в конце концов получить Бога как какое-то понятие. И все. И тогда все как бы остановится и ничего нельзя будет сделать. И тогда получится, что действительно философия отделена от религии. Потому что религия это одно. Это какая-то вера в какое-то сверхъестественное существо. А философия к нему никак подобраться не может. И кроме понятия оно ничего не имеет. А понятия оно ведь недостаточно. Что такое понятие? Надо заниматься уже чем-то непонятным. Как от понятия перейти к чему-то тому, что существует реально. Но вот если мне кажется все-таки убежать от понятия, потому что понятие это все-таки мышление. Если пытаться подойти к вопросу с позиции сознания, то мне кажется, что тут открываются некие новые перспективы. Это на самом деле некая необычная ситуация. Я не знаю, кто-нибудь рассматривал ли так вопрос. Но поскольку вообще, в принципе, необычно было различить сознание и мышление. И много было протестов по этому поводу. Например, Игорь до сих пор считает Игорь до него. Потому что сознание и мышление не различаются. И он вообще, например, не понимает вообще, о чем мы говорим. В принципе. Сколько бы я его не объяснял, он все равно не понимает. Так что сам вопрос, сама постановка вопроса, она является чем-то необычным для многих. Так вот, если просто подходить теперь к вопросу, если Бог понимается как сознание, то вот самое интересное, что взаимоотношения Бога и мира нельзя понимать как творение. Ну или это творение какое-то странное. Потому что если Бог есть сознание, тогда получается внутри сознания возникает мир, внутри Бога. То есть все находится в Боге. Вообще есть такой тезис, что во всем присутствует Бог. Он действительно как сознание, он присутствует во всем, в том числе и в этом мире. И мир возникает в Боге как вот некое сознание Бога. И мы находимся так же, точно так же в сознании Бога. А если посмотреть вот в такой аналогии, интересно, что сознание, как мы говорили, нечто пространственное, то не получается ли, что то пространство, которое мы вокруг себя видим, это и есть пространство Бога. То есть вот у нас есть наша пространственность внутренняя в виде сознания, а внешняя пространственность, которую мы воспринимаем как нечто там вне нас, это пространственность, это сознание Бога. И Бог, когда сознает, одновременно вот его сознание, оно и присутствует так, как оно есть. И мы находимся в этом сознании. Но это как бы такая игра как бы здесь пока. Это пока просто игра такая, игра аналогии. Здесь важно постоянно помнить такую методологическую вещь. Что то, что тот порядок вещей, который присутствует на земле, и тот порядок вещей, который присутствует на небе, один и тот же. В чем эта мысль состоит? Мысль состоит в том, что Бог, несмотря на всю свою всемогущесть, Он не может нам в откровении явиться тем способом, каким бы Он хотел этого. Почему? Потому что мы ограничены. То есть мы ограничиваем Бога в Его откровении. То есть Бог выступает в откровении и может выступить только тем способом, каким мы можем его понять. И поэтому как бы всегда порядок небесный и порядок земной один и тот же. Потому что мы понимаем всегда через некий порядок земной. Потому что все наши метафоры, все наши аналогии, вообще вся наша логика, все наше понимание основано на некой земной жизни. И мы отсюда черпаем это понимание. И поэтому откровение Бога, оно всегда будет ограничено вот этим нашим пониманием. И тут важно из этого следовать, что мы должны понимать Бога исходя из таких вот земных аналогий. Деваться-то некуда. Мы не можем воспарять там какие-то невиданные миры, потому что таких миров не существует. На всей нашей области он базируется на опыте земном. И поэтому мы всегда выстраиваем небесное, как способ, каким гипостазируется земной. По этому поводу, между прочим, Фейербак и прочего рода атеисты, они смеялись, что на самом деле мы создаем на небе Бога по подобию человека. Мы просто наш опыт на небо поднимаем, и на небе у нас возникает нечто подобное тому, что происходит на земле. На самом деле, это ведь амбивалентное высказывание. Это что означает? Может быть, это означает не ноя, это означает, что другого способа понимать у нас просто нет. Не то, что мы поднимаем на небо и выдумываем у Богов, а просто Боги нам могут выступить для нас только таким способом, каким мы можем его понять, исходя из неких земных условий понимания. У нас просто у других способов понимания нет. Так что здесь атеизм, ничего на самом деле сказать ты не можешь. Здесь его критика, она здесь не доходит до цели. Почему? Потому что они не учитывают, что помимо реальности, у которой у нас есть некий доступ, есть вот этот доступ. И этот доступ всегда эту реальность неким способом обрабатывает, он всегда ее конструирует, он всегда ее втискивает в свои возможности. Не, ну все-таки как бы от каких-то сугубо земных реальных мышлений в том же, допустим, человек может отступить. Не, ну понятно. То есть вот ты же сам помнишь, что, допустим, критиковал и различал язычество и христианство по линии как бы вот слишком приземленности или какой-то... Ну вот, допустим, есть идеология рода, да, и она продлевается туда-куда-то в религию, и как бы она транслируется в религию и так далее. То есть, тем не менее, критика не такая проста. Может быть, как бы нельзя ее... Не, я согласен с тем, что есть некая эволюция, наше представление о небесном. И действительно, есть история. И в истории была языческая религия, была вообще примитивная, анимизм был примитивный. Потом там и другие какие-то стадии можно, наверное, выделить. Была языческая религия, потом появилась монотеистическая религия, которая тоже имеет разные формы. В каком-то отношении, действительно, просто человечество развивается. То есть, оно все более и более углубляется в этот вопрос. И какие-то уж совершенно антопоморфные способы понимания Бога она убирает. Потому что она понимает, что есть более совершенные способы. Это так, на самом деле, действительно. И поэтому есть некий генезис. И мы понимаем, на самом деле, что вот представление, когда о богах размышляется, как будто бы они как люди, сходятся-расходятся, ссорятся, рождают детей и прочее, что это уж слишком примитивное понимание такой реальности. И что можно от нее отвлечься, понимая, что все-таки вот в данном вопросе вот этот способ, а именно через рот, он уже неадекватен. Мы должны придумывать некие новые способы. У нас же они есть. У нас теперь есть наука, есть философия. Это некие новые методы. Но полностью уйти все равно. Полностью уйти нам не удастся никак. Конечно. Это потому что земной, а это тот способ, с помощью которого мы вообще что-либо понимаем. Но ведь понимаем, каким способом. Мы непонятное сводим к понятному. А понятен нам земной опыт. И мы всегда будем все, всякие такие реальности запределены для нас, понимать, исходя из земного опыта. И сводить к этому земному опыту. Поэтому очень важна метафора. Мы в прошлый раз говорили про метафору. На самом деле это вообще настолько фундаментальный вопрос, связанный с метафорой. Потому что такие вещи именно надо постигать метафорически. Если просто создать какой-то конструкт и в него втиснуть, то я боюсь, что этот конструкт не обязательно удержит то, что хочется удержать. Тут надо очень аккуратно подходить. Надо всегда иметь в виду, что то, что мы пытаемся втиснуть, оно на самом деле сопротивляется этому. И надо попытаться максимально больше удержать от самой реальности. То есть здесь жестким нельзя быть. Поэтому, когда я обычно говорю о таких вещах, иногда чувствуется, что в моем разговоре присутствует некая вольность. Но эта вольность на самом деле феноменологическая. Для того, чтобы удержать этот феномен, будем говорить об абсолюте как о феномене, надо его максимально подробно изучить, аккуратно. И удержать таким способом, чтобы не редуцировать какую-нибудь существенность, которая видится к чему-то, что нам нравится. Вот нам что-то нравится, мы раз, этого редуцировали. Вот так делают религии. Религии часто это делают. У них часто есть некая сверхзадача, и они на самом деле на то, что какие-то представления Бога не соответствуют этой религии, они просто редуцируют к чему-то там своему, и все, и забывают. И в этой редукции живут, консервируют какое-то представление Бога, и не живут. И так многие религии просто живут. Они иногда просто упрощают саму ситуацию. Я же предлагаю не упрощать ситуацию, а попытаться на данный момент, насколько у нас есть возможность удержать и понять, что такое абсолют, что такое Бог, попытаться его удержать в максимальной современной форме. Сколько это вообще удастся. Если вообще нам удастся. Может, получится так, что и не удастся нам это сделать. Но это уже другой разговор. Надо пытаться. То есть Бог в откровении выступает постоянно. Это откровение, оно непрерывное. Постоянно оно присутствует. Оно вокруг нас находится. Только мы должны его удержать. Мы должны как-то открыть глаза и увидеть. Точнее, открыть как бы не глаза, а сознание. Расширить свое сознание мы должны. Вот какие-то образы. У нас есть для этого методология новая. Что мы пытаемся сейчас подходить к Богу не как к чему-то, что связано с понятием, а к чему-то, что связано с сознанием. Это нечто совсем другое. Потому что понятие – это все-таки нечто ограниченное. То есть считаешь, как образ. Вот здесь Богу можно понять, как образ, как понятие. Каждый раз можно как-то подбирать какие-то способы, какие к нему подбираются. И вообще получается, вот интересно, между прочим, в связи с этим. Получается, что высшая мудрость в богословии – это апофатическое богословие. Где по поводу Бога все отрицается. Но на самом деле, если вдуматься в вопрос, это ведь отказ от богословия, а не настоящие богословия. Это просто отказ. Но зато оно соответствует, на самом деле, тому пониманию, что Бог представляет собой сознанием. Потому что что значит отрицать все предикаты, что значит отрицать все определенности. Это опять же, тем самым ощущение. Отрицать мышление. Отрицать языковую какую-то срель, отрицать восприятие. Все отрицать. А что остается после всех отрицать? Остается только сознание, больше ничего не остается. А сознание, оно как пространство. Вот просто аналогия сознания и пространства. Она просто хорошо работала, когда мы с философией в сознании занимались. Здесь точно так же остается не пустота, а вот именно какая-то интенсивность остается. Что-то такое, что можно, допустим, переживать. Но этого все-таки недостаточно. Имея определение Бога как сознание и пытаясь через апопатическое богословие, отрицая все предикаты, прийти к этому пустому сознанию, если так можно выразиться, это только один результат. А можно ли дальше продвинуться, кроме этого? Вот они получили апопатическое богословие Бога как сознание, как эту сферу, вне которой ничего нет. А дальше-то что? Можно ли сделать выводы какие-то дальше? Можно ли двинуться дальше? Вот о чем я это рассказываю. Если можно, было бы интересно это разработать. Может быть, нельзя. Тоже такое возможно. Мне вот сейчас интересно вам поклонить, может быть, глупость, и не относиться немножко конкретно к теме семинара, кто про религию. А все-таки, чем отличается вера в Бога от вера, допустим, в инопланетян? В существовании инопланетян. Ведь неудивительно, подумайте, как удивительно. Вот инопланетян тоже никто не видел, да? Как бы они не являются феноменом таким вот, как бы данным. Вот. Откуда бы взялась содержательность у него, у этого понятия, инопланетянин, там, зеленый человечек? Он откуда-то берется, там, люди нафантазировали, причем, более того, она как бы... Тогда лучше про вампировал. Ну, или вампиры тоже, да? А причем она как бы так вот как-то самосогласовалась, да, в фантазии, там, многих людей, возила какая-то история вопроса, да? То есть теперь, как бы, вот, допустим, вампир, это как бы такое само собой разумеющееся понятие, как будто бы он есть, да? Вот. Про него можно целые трактаты писать. Вот про инопланетянина можно целые трактаты писать. Есть уже связь между вампирами и оборотнями. И оборотнями. Оборотня, оказывается, защищает вампиров днем. Вампиры сидят в гробах, там, боятся чеснока, там, еще там, серебра, они боятся, пьют кровь и прочее. Сколько подробностей, да? Подробностей вампиров, они существуют для такого, как сказать, психологического или физического отклонения у людей, при котором они ведут себя частично подобно вампиров, ну, например, там, тяга к человеческой крови и так далее. То есть, возможно, если будет отклонение... То есть ты сразу пытаешься, чтобы... Тебя на поведение... Ну, хорошо, но... Есть некий феномен, на котором этот миф... Ну, я не могу сказать про другое. А вот сейчас новая тема Анунаки. Вот есть некая планета Нубиру, там живут Анунаки. Они, типа, поработили... Это ящеры, ящеры. Анунаки или Анунаки? Анунаки. Это ящеры. Целая тема огромная в интернете, в Ютьюбе, кто хочет, может набрать Анунаки. Ужас. Они там, что там только не делали. В свое время они, я не помню, пирамиды построили. Они поработили, давно уже поработили планету Земля. Там целую историю рассказывают, как они скрестились с людьми. И вот у людей, у тех людей, у которых голубая кровь, они на самом деле предки этих Анунаков от этого скрещения. И поэтому они правят миром до сих пор. Земля там полая, там очень много подробностей. Боже мой. Вот я тебе просто, допустим, вапирить, и эта тема тебе не нравится. Вот тема есть Анунаков. Создался целый контекст. Я не противоречиваю, на самом деле. Я просто... А если фантастику вспомнить, опять же, можно создать целый мир. Целые миры создаются. И как бы и никого не волнует, особенно, что они там феноменально не даны. Они обрастают подробности. Самое интересное, да. И самое интересное, что люди живут. Допустим, вот если взять Токнинг, да. То есть там вот эти все различия там. Гоблины. Это я к чему говорю? И прочее. То есть люди живут, это жизнь. Бывает такое рассуждение, что вот как бы Бог есть, да. Вот на самом деле. Потому что, ну иначе, а как бы вот возникла мысль про Бога, да. Как бы возникла идея Бога. Как бы она вообще какой-то содержательностью могла обрасти. Как бы разумное такое рассуждение. Но вот мы кучу примеров имеем того, что, конечно, те же инопланетяне антропоморфны, да. Конечно, там, перипетии с какими-то ящерицами тоже нам всем понятны. Но тем не менее, вот как бы все это... Какая проблема всегда есть, на самом деле, действительно. Просто видите, когда... Я это не просто так говорю. Когда мы говорим про Бога как идею, про Бога как мышление, тут вдруг выясняется, что Бог, как вот понятие Абсолюта, Он занимает как бы в иерархии мышления определенное место существенное. Он как бы неизбежен и необходим. Вот можно с неизбежностью прийти в мышление и к идее Бога. Ну, по крайней мере, так кажется, да. К идее инопланетяне, или, допустим, анунаков, или вампиров, никаким образом в чистом мышлении с неизбежностью ты не придешь. Это чистый вредный фандазик. Вот в чем разница. Ну, допустим, Богу может всегда прийти как первая причина. Вот есть ряд причин, да, как бы есть ли первая причина или нет. Я не могу об этом говорить. Ну да, я понимаю. Поэтому, наверное, как бы Бога вот как-то к мышлению вот так вот относили, в связи с тем, что это и среди прочих, как бы, воображаемых вещей, допустим, или какие-то фантазии, или, скажем так, вещей, статус которых, статус бытия которых не прояснен. Его выделяет то, что он как бы с необходимостью возникает мышление. Все понятно. Просто из того, что мы говорим, что Бог в данном вопросе, да, из сознания, мы это не знаем, что мы отказываемся от Бога, как мышление. Это просто комментарий просто такой. И по поводу Бога в этом отношении совершенно верный разговор. Может так оказаться, что нам не удастся, несмотря на то, что мы как-то выстроим, попытаемся уплотить этот феномен, как он внутри нас есть, что такое феноменология? Она пытается рассматривать феномен, как он нам дан. Безотносительно того, существует он или не существует, вначале. А потом уже можно заниматься вопросом о моем бытии. Это уже другой вопрос. Но первоначальный разговор идет попытка усмотреть сам феномен, лежать. Булат, для того, чтобы рассматривать феномен, феномен должен быть тебе дан. Не, ну он как-то данный. Нет, будем считать на самом деле. И потом, даже если представление о Боге неверно, то все равно как феномен, как неверный феномен, так как феномен вложенный, он все равно присутствует в нашем сознании. И мы должны с ним разобраться. Поскольку каждый раз есть некая внутренняя отсылка к этому феномену. Чтобы что-то понять. Если, допустим, если какой-то уфолог любит инопланетяна, значит, он дан ему именно в сознании, а не в мышлении. Потому что он не просто его мысли, а вот инопланетякосик, он его любит. Он переживает. Понимаешь, да. И переживает. И воспринимает, глядишь, глазом моргнул, там далеко полетел. Ну, это уже как бы отдельный случай, да. Но к тому, что он к ним как-то еще относится специфическим образом. Понимаешь, там ждет. Вот я все равно тут жду инопланетян уже. Для этого достаточно, на самом деле, обратиться к кинематографу, где уже и вампиры, и инопланетяне во всяких ипостасах, и то, что они уже на Земле живут, и всякого рода другие фантазии, как они выглядят, там, что они занимаются терраформацией, да, то есть у нашей Земли вот возникла же идея потепления. И возникла сразу же идея, что инопланетяне специально изменяют климат нашей Земли, потому что они живут в другом климате. Просто подумайте, вот там, в других условиях. Эти фантастика возникла, когда она возникла? Там, где-то в 20-30-е годы, ну, короче, в нашем, в 20-м веке прошедшем. Вот. И очень быстренько, как бы, и идея инопланетян там же возникла. Я думаю, что раньше-то не было этого. Ну, не было этого. Вот. За какие-то сто лет это стало, ну, просто вошло, как бы, вошло в обиход, так сказать, рядовых понятий и идей, и образов, и представлений, и так далее. Да, кстати, идея во первобороне, она ведь древняя. Ну, она более древняя, да. Не мог ли так же и Бог, как бы, так сказать? Ну, вообще, конечно, что сказать, что это... Ну, вот так вот, понимаешь, однажды, вон, так сказать, фантазии полпорожден, а дальше оброс подробностями. Вот. Народ с радостью подходит. Не только подробностями воображаемыми, но и подробностями, там, богословия, мысленными подробностями, то есть одно на другое связывали. Ну, конструкцию строили, строили, строили. Единственное, что Бога, как бы, отличает в этом плане, вот, и защищает, как бы, да, религию от вот такого рода сведения ее к чистой фантастике и фантазии. Это то, что вот он как-то, вот, вот, сама идея-то по-существеннее будет. Она, как бы, имеет какую-то... Но силу своей предельности. ...необходимость. Да, силу своей предельности. Сколько нибудь, всегда не должен быть предел чего-то. Но, конечно, как бы, эта предельность, она проявляется в мышлении. Вот. А в конкретной религии, когда нам говорят про какого-то дядечку, про личность, тут, чем, как бы, более подробно нам рассказывают, тем меньше предельности мы там имеем. Да, и тогда возникает история такая же, как про инопланетян. Да, вот, когда она, наверное, история конкретная совершенно, когда вот этой предельности нет, то мы вот отрываемся и всегда можем это понимать как некую фантазию. Как порождение, условно говоря, от фольклора народного, да, который складывался, складывался и сложился. А я, знаете, что думаю? Что? Сейчас скажу. Ну, что Бог тоже обрастает фольклором. Нет, ну, естественно, это естественно. Даже реальный, даже если он есть, да, он обрастает. Это даже реальный человек обрастает легендами, правильно? Реальный человек обрастает легендами, обрастает. Это судьба, наверное, любого персонажа, и существующего, и несуществующего. Это не важно. Важна суть вопроса, что у персонажа настоящего, даже если он оброс легендами, есть некий прототип, да, реальность сама. И, в принципе, можно к ней как-то пытаться восходить. А есть ли вот этого, какой-то прототип, вот у Бога есть прототип? Вообще говоря, можно вопрос даже так поставить. Вот у нас есть понятие абсолютное. Можем ли мы этому понятию придать какой-то точный смысл? Конкретный смысл, да. И связать его с тем, что мы, допустим, навоображали, или что вот функционирует в виде представления о Боге в культуре. Или это все-таки так и остается вот этим только нарративным объектом, да, вот он создан в языковой среде, да, там, каким-то образом, и он, поскольку в языке это слово вращается, да, оно смысл приобретает консексуально, поскольку есть другие многообразные слова, с ним связанные, да. И всякий раз, когда ты говоришь о Боге, все понимают тебя. И ты консексуальный смысл, его ясен. Да, и не надо каждый раз уточнять, в чем состоит его смысл, потому что всем он ясен. И просто этот вот некий нарративный объект, он просто, чисто языковой объект, он присутствует, он функционирует в культуре, каждому он понятен, и этого людям достаточно. Он может даже удовлетворять некие психологические потребности отдельных людей, да. Обычно же, например, как к Богу относятся психоаналитики. Они считают, что это не что иное, как гипетизирование высшего отца. Вот есть как бы у каждого из нас отец, а есть какой-то высший отец. И вот как бы нужно кому-то, какому-то последнему отцу обратиться, да, который уже мог бы все. Допустим, наш конкретный отец, он не всемогущ, он ничего всего не может. Какой-то начальник там, как бы тоже гипетизирование отца, он тоже не всемогущ. Президент не всемогущ, а вот выше-выше-выше двигается. Достигнем мы вот такого уже отца, который может все, который может все обратиться уже даже в самой безнадежной ситуации. То есть, допустим, там, где-нибудь ты в середине моря тонешь, там, никто помочь не может. Кому обратиться? Кому обратиться? Бог спаси, больше некому. Вот есть ли такой последний отец? Это вот чисто такая психологическая структура, поскольку нам нужно всегда к кому-то обратиться. Потому что, ну, мы конечные существа, и всегда случается, что рано или поздно нам, у нас возникает нужда обратиться. Ну, тут психоанализ тоже, как бы, хорош в своем прагматизме. Как будто бы у человека не может быть фантазирований таких свободных. Вот можно ли так все фантазии, о которых мы говорим, про тех же вампиров, там, про тех же... Не, ну, наверное, они умеют, да, объясните... Не, не, здесь не надо же объяснить. Инопланетяне, чем вызваны, да, и какой потребностью. Страх, между прочим. Ну, не обязательно. Все с интересом, как бы. Есть любопытство, а есть же страх, что есть иные. Вот, знаешь, вот есть иные... Вот еще там вампиров можно себе как-то связать со страхом, чем-то там, со всей мистикой, а инопланетяне, они не очевидно. Это сейчас вот там все, катастрофа. Они не очевидно плохие, как бы. Не, ну, если ты посмотришь фильмы, и посмотришь все эти высказания, что делают инопланетяне, они зачем-то всех насилуют, и опытом они не стали. Причем насилуют как-то так непотребно, знаешь, там, обычно. Но это же маразм какой-то. Может быть, в этом действительно проявляется некого рода страх. Это вытесненные эти пожелания. Ну, да, да, да. Опять же, все. Вообще говоря, вот есть психология, и, конечно, с точки зрения психологии все можно объяснить, там, придумать какие-то там страхи, еще какие-то другие человеческие, это бессознательные влечения, да, и все объяснить. Но мы просто не будем на этот уровень опускаться совсем уже. Просто надо держать... Мне нравится это. Мы не будем... Психология это уровень, на который... Не-не-не, просто... На самом деле, на самом деле, я живу... Действительно, я сейчас поймался на мысли. Я в детстве вот, когда я мечтал, чтобы меня украли инопланетяне, и как бы я мог там... Ну, что, в общем, они мне дали там несколько комнат, где будут аквариумы стоять, и я бы там занимался аквариумистикой. Вот. А когда я был там еще влюблен в одноклассе, то я хотел, чтобы нас украли вдвоем, как бы, и, так сказать... И вы как там Адам и Ева раскладились. Да, да. Ну, и как бы там она от неизбежности... Вот. Никуда деться, как бы... Год-другой, как бы привыкла бы и так далее. Вот. То есть я, в общем, к ним перебегал, как... Вот у меня понятия Бога-то не было. Понимаете? Я не верующий был ребенок. Не знал, что такое вообще есть, да? Вот. Но кто-то мне должен был помочь, мне, как бы, мои аквариумные мечты реализовать. Ну, а это в первую очередь. Как бы одноклассница это так. Вот. Понимаешь? И вот они должны были меня забрать, предоставить мне там все. Как бы, так сказать, наблюдать за мной, чтобы понимать, что такое люди, да? Вот. Этим удовлетворяться, а остальное предоставить мне. То есть у нас получилось два... Два объекта, которые мы не будем считать Богом, да? Первый объект – это психологический объект, который возникает всего от того, что есть психологическое желание. Нежелание порождает объект желания, да? Или объект нужды. Вот есть некая нужда, есть должен быть объект, который эту нужду удовлетворяет. Вот. Это первое. Мы такого Бога рассматривать не будем, да? Такого абсолютно дальше. Мы не будем рассматривать Бога, как вот некий нарративный объект, да? Как некий объект, который возникает в культуре, функционирует, как некие слова в контексте других слов, как бы всем понятно, и как бы это, которое не обсуждается, и просто само собой разумеющееся. Мы такой тоже обсуждали. Персонаж какой-то истории рассказанной. Да. И остается только вот объект, который… Остается два все-таки. Если как бы мышление и сознание, остается еще и чистая как бы идея вот эта вот абсолютно, ну, понятнее остается. Ну, и какой-то объект… Объект вообще в сознании. То есть, если есть объект в сознании, то он отличается от того, что можно о нем сказать. Что такое? Потому что сознание пространственное в каком-то отношении, да? Оно выступает в метафоре пространства. И в этом, внутри этого метафора пространства, можно выделить некую область, которую этот объект занимает. Ну, предварительно. И поэтому получается, что вот объект сам по себе, как некое место, да? Если так вот заковыщить это место, надо понимать, что понятие места здесь чисто метафорическое. Потому что вообще понимание сознания чего-то пространственного, это тоже своего рода метафора. Потому что сознание там… Ну, я бы понимал, как на самом деле, как схема. Ну, схема просто, она пространственная. Так вот, вот есть это место. И что можно по поводу этого места теперь сказать? Можно сказать единственное, да, вот как вот в апофатическом богословии сказано, что просто оно есть. Да, вот мы отрицаем все предикаты, все, что только можно помыслить по поводу Бога, и вот есть некое, остается некое место. Все. И вот это вот некое место и есть, есть все. Вот это вот как бы и есть то, что представляет собой Бог. Причем, как бы, он не зависит ни от языка, ни от наших фантазий, да? Как вот некое место. Мы раньше по этому поводу между противниками говорили. Мы говорили о том, что вот есть некая структура другого. Мы говорили, что в наше отношение с миром вот есть я, а есть как бы вот это вот, можно говорить, зазор, или что-то еще. Есть как бы иное. Только вот это вот иное, может в это иное может вступить вещь. Это один способ. Может вступить другой человек, это уже второй способ. И может вступить нечто как бы абсолютное. То есть вот изначально вот эта структура иного у нас есть. И мы вот один раз обсуждали. Про иное и другого. Я пока диссертацию писала, у меня вот такая была, только я тогда и так не вставила. Ну, чтобы... Да. Так это и есть, правильно. Но эта структура у нас есть. И когда я говорю, что в сознании есть некое место, которое мы можем назвать абсолютным, то я имею в виду, что есть вот эта структура. В эту структуру может вступить, всегда вступает вещь. Структура, я даже так бы сказала, что это структура не другого, это структура отношения. Структура отношения, все правильно. Просто я эту структуру определяю в зависимости от того, что в нее вступает. Да, да. Она как бы пустое место там. Может вступить одно, может вступить другое, может вступить третье. Ну, Сунья права, как бы структура от этого не меняется. Да, структура от этого не меняется. Структура всегда есть. Всегда есть структура. Не зависит от элементов. Да, и вот мы должны понять на самом деле, в чем состоит особенность такой отношения, как отношения нас в этой структуре, с абсолютным субъектом. Вот то, что мы соотносимся с вещью, нам понятно, это ежедневный опыт восприятия. То, что мы соотносимся с другим человеком, это уже сложнее, да. Потому что в некотором отношении другой человек, он достаточно сложный объект для того, чтобы понять, что он человек. Ну это, то есть человек нам не дан непосредственно. Нет, можно так по-другому сказать. Другой человек, он достаточно противный объект, чтобы с ним соотнестись. И в дишки эти. Да нет, 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 послушайте, послушайте, вопрос в чем состоит. Я хотел сказать, что другой, лучше говорить не человек, а просто другой, для того, чтобы к этому другому выйти, ведь надо преодолеть как-то восприятие. Ну, представьте, ну вот, чтобы это понять, допустим, в качестве другого выступает некий феномен, некий этот, манекен. И, допустим, ну, темно, не особо не видно, и кажется, что это человек. И по всем признакам это человек. И тем не менее, оказывается, что это манекен. Не по всем. Но потом, ну, допустим, ну, вдалеке, допустим, кто-то появился. И кажется, что это человек. Приближаемся ближе, а это дело, и так далее. Иначе говоря, на самом деле... Нужно преодолевать-то восприятие? Нет, иначе... Иначе, вот если надо было бы преодолевать восприятие, как ты выражаешься, если бы изначально все представили манекенами, ты бы преодолевал это восприятие манекена и приходил бы к человеку. Нет, ну мы просто привыкли. А получается, на самом деле, да, наоборот, мы привыкли. Нет, человек есть некий знак. Наоборот, мы как бы, мы привыкли манекена, мы чувствуем дискомфорт, потому что мы принимаем его как человека, но чувствуем, что что-то не так, он не движется. Ты замечал, да? Я понимаю, а если издалека, не всегда же ты узнаешь сразу. То есть это предел, что ты изначально относишься к нему как к человеку, проходя ли там с манекеном в магазине, ты ощущаешь как бы дискомфорт. Вот, человек это знак, я так сказать, и знак надо прочитать. Мы как бы в обычной жизни просто его настолько уже привыкли по каким-то косвенным признакам уже узнавать каждый раз человека. Или то, что в восприятии ему воспринял некое тело, переходить сразу к значению, да, что он человек. И мы уже этого не замечаем. То есть это же как стул. Мы сразу видим стул. Хотя бы если бы мы его впервые увидели, я имею в виду такой объект, как стул вообще, мы бы на самом деле не увидели бы стул. Мы просто увидели бы некий объект и пытались бы понять, что это такое. Так же с человеком. Человек это знак. Чтобы перейти к тому, что он на самом деле является человеком, таким, что-то перейти к тому, что является человеком, это означает понять, что он такой же, как я. Я должен сделать некое посредование, я должен провести вот это вот узнавание, процедуру узнавания. Но она случается моментально, конечно, как правило. Но совсем не обязательно. Так же и с Богом, да. Вот случается ли с нами в жизни опыт абсолютного субъекта? Может быть, случается, но мы просто этот знак не прочитываем. Вот есть некий знак. Да? Знак абсолютного субъекта. Но мы привыкли к знаку в виде стульев, в виде других тел, которые мы прочитываем как человек. Но мы не привыкли к абсолютному субъекту. У нас такого опыта. Мы такой опыт не приемлем. Потому что случается ли он с нами или не случается, мы не знаем. Может быть, с некий, с другими людьми случается. Ведь бывает же такое, что люди говорят, что не к ангелам спускаются посланники Бога. Иногда даже сам, может быть, Бог там является. О, а ты этого попытай. Валентина, что ли? Да. Пусть он тебе лет. Нет, вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что в отношении абсолютного субъекта у нас опыта прочтения этого знака нет. Вот о чем нас говорят. Мы привыкли все другие знаки прочитывать и сразу переходить от самого тела знака к значению. Каждый раз. То есть мы видим в другом человеке человека и надеемся, что он такой же, как я. И если, допустим, я добрый, я всегда доброжелательно отношусь к людям. Я, значит, буду и переносить, то, что называется, спроектировать, и на другого человека, что он тоже изначально должен выступить как добрый, как доброжелательный. И наоборот, если я, например, злой, да, и вообще вижу врагов, то и другой я переношу, буду проектировать на него, что и он такой же другой, злой, и тоже ищет во всем врагов, и так далее. Каждый раз все-таки другой выступает вот в некотором моем прочтении. Он всегда зависит от моего мнения, то есть от моего мышления. То есть я всегда его буду прочитывать. И всегда, вот как бы у самого другого, как говорит этот... Как его зовут-то там? Левинас. Левинас говорит, что другой всегда выступает в какой-то нищете. Что на самом деле, потому что все содержание, это вот другой, зависит от нас. То есть признаем мы это содержание или нет. Вот, например, выступает какой-нибудь другой, допустим, Игорь Данилов, и говорит, что он великий философ. А мы на него смотрим и не видим, что он великий философ. Обычный человек. Понимаете? Это от нас зависит. То есть он может что угодно о себе думать, но все равно его восприятие для нас зависит от нас. Признаем мы его таким или нет. Он как бы в своей нищете находится, в каком-то отношении. У посту Алла Павла это называется «Признать Бога как Бога». То есть мало того, что ты встретился с таким феноменом, но ты еще должен адекватно его распознать как такового. Так вот, для человека у нас есть опыт распознания, потому что человек с нами сталкивается, человек ежедневно. Мы привыкли к этому. По косвенным признакам. Может выступить человек без рук, без ног, мы все равно узнаем у него человека, потому что для нас важно лицо. Мы как бы увидим лицо, и нам до этого будет достаточно. Может человек будет, допустим, закопан, вот так вот, песок, и само мы определим, что это человек. Ну, если не будут какие-то косвенные признаки, что это скажет, труп. Но не важно. Суть образа состоит в том, что у нас есть обширный опыт распознавания человека. И вот это узнавание, оно каждый раз происходит. Мы даже как бы здесь не затрудняемся. У нас нет таких вот остановок. Хотя бывает, наверное, у некоторых, да? А вдруг это не человек? Там вот фильм уже показывают. Человек человек, а потом раз, оказалось, что это какая-нибудь голограмма. Мне кажется, когда мы вот рядом с манекенами проходим в магазине, это очень интересный опыт. Как бы можно, конечно, сейчас его не обсуждать, но потом как-то не надо обсуждать. Вот это, ну ты же переживала, да? Вот это чувство странности. Вот. Как бы понять смысл. Особенно странно, когда манекен не просто выступает в голой своей пластиковости, а когда он одет в одежду. Как обычно-то он одет. Ну да. Как раз. Да. И вот есть некое, как бы, и обычно он же так еще как-то, его же специально делают, да, вот сексуально-провлекательный. Он всегда выступает как-то странно вдруг, да, вот, и как бы во всей своей, как бы, во всем своем, условно говоря, совершенстве. Нет, когда ты без изъяна. Нет, когда ты смотришь на него вот так в упор, конечно, манекена стоит все в манекен. Речь идет о том, когда он на периферийном, как бы, в твоем восприятии находится. Вот там, где работает автоматизм, а они, как бы, они вот... Когда ты не регистрируешь его, а напрямую. Фоникой. Напрямую, ты бы сразу понял. Это не надо, в магазине была тоже. Присела, что-то там близко рассматривала. И боковым зрением чувствую, что там кто-то есть. Я думаю, вот сейчас вот возьмут, толкнут. Я же знаю, толкнут. Они, да, людишки такие. Вот, сейчас повернется, начнет вставать, и толкнет меня эта бабенция. Вот, а потом раз вот не толкнет, не толкнет. Я думаю, ну, какая? Значит, это... Контролирует свои движения. Потом поворачиваю голову, думаю, посмотрите, а кто это вообще? Если бы мы автоматически не воспринимали все похожее на людей за людей, как бы инопланетяне захватили наш мир? Нет, но есть еще проблема виртуальной реальности. Она же тоже из этого разряда. Виртуальная реальность. Там же тоже моделируется и пространственность, и самоотношение объектов, и размеры, и прочее, прочее. И тоже, может, рано или поздно достигнуть такого уровня, что, вообще говоря, будет трудно различить реальность компьютерную и реальность реальную. То есть, настолько будет все в соответствии, да, нашим ожиданиям, что будет непонятно, то ли мы в виртуальности, то ли мы в реальности. Это как раз та же самая проблема, да, вот проблема того, что мы все прочитываем все-таки как знак. Вот непосредственность, за которую радует классическая философия, там, Гейгель и прочее, как будто бы она есть, да, некий чувственный опыт чистый, опыт чистого восприятия. Все это, конечно же, возникает только, когда пытается знание построить от самого нуля, да, как бы, с самого начала. То есть, когда вот выстраивает его, пытается это знание выстраивать, тогда это возникает. В феноменальном опыте всегда мы находимся в середине. Нет никакого чистого ощущения, никакого чистого восприятия, нет. Всегда мы находимся в середине. Мы, как бы, всегда к миру относимся, как к тексту, да, и всегда его читаем. Так видишь, вот ты говоришь, что проблема с Богом, с этим, с абсолютом вступающим в эту позицию другого, что мы не прочитываем этот знак. А вспомни тот семинар, который мы проводили, где Соня выступала. Да, я как раз и мобилировал. И у него, как раз, проблема того семинара, была у Сони, да, что вот, как бы, происходит некий опыт, автоматическим способом она прочитывает этот знак, как знак Бога, и не уверена, что его нужно прочитывать обязательно так. Вдруг, как бы, она увидела, что этот знак, это не обязательно знак Бога, что это, опять же, некий, ее автоматизм, как вот, да, маниген она принимала за человека, так и тут может быть. Может быть, да? Поэтому не то, чтобы, как бы, мы не умеем читать этот знак. Кто-то очень хорошо умеет, кто-то умеет ошибаться в чтении, да? То есть, точно так же. Человек принимает что-то и считает, что это так. А на самом деле, это не так. Если это желаемое знам, то, опять же, ты ищешь что-то, ты готов что-то принять за то, что ты ищешь. Да. Не остановись на этом, если ты уже что-то нашел. Вот, опять же, то же самое. Иду я по магазинам, да, и есть у меня какой-то образ того, что я должна купить. Маленькое черное платье, шины, вот. Я вижу кучу разных платьев, но вот, как бы, хочется уже остановиться на каком-то одном, чтобы дальше больше не искать. Вот, а, как бы, идти мне на компромисс, или не идти мне на компромисс. Потом покупаешь, потому что домой то это, то боишься. Что-то вам только скажут. Не, ну, мы, как бы, немножко угубились в феноменологические какие-то подробности. Действительно, вопрос, вопрос в чем составил изначально, что вот есть структура, и в этой структуре мы живем. И мы обнаружим, что на другой стороне, ну, структура, поскольку, да, вот, есть вот эта двойственность, разорванность, да, вот, того, что с одной стороны я, с другой стороны вот нечто, выступающее как противолежащее, да, там, как объектность. То есть вот субъект, объектная структура, то, что мы постоянно называем. Вот в этой объектности, она может быть выступить, как вещь, да, вот, как иное, может выступить, как человек, как другое, может выступить, возможно, выступить, как абсолютный субъект, да, как Бог. И мы говорим теперь просто о том, что вот это выступание человека и вещь для нас привычно, мы просто ежедневно с этим сталкиваемся. Мы привыкли уже к этому, и мы на это внимания не обращались. Это просто повседневный опыт. А есть ли такой опыт абсолютного субъекта? И мы здесь ставим знак вопроса, что может быть и есть. Зачем это нам нужно? Потому что, в принципе, мы же пытаемся понять, существует ли такой опыт, существует ли такой феномен. Мы говорим, что должен быть, потому что он есть в своей речи, он есть в мифологии, в воображении, все это есть. Можно ли дальше двинуться, можно ли в другие сферу идти? Так вот, получается, что если мы все-таки принимаем, что эта структура есть, и феноменологически она действительно присутствует, мы это понимаем, то можно говорить о том, что, по крайней мере, Бог есть некое место в сознании. Пока вот такое простое определение. Которому и богословие восходит тапофатически, путем отрицания всего, что связано с мышлением. Есть еще тапофатическое богословие, это отдельное. Оно просто является более низким. Потому что попытка богословия подойти к сущности Бога, все-таки всегда должна удерживать у себя ту мысль, что все-таки Бог является чем-то трансцендентным для нас. Трансцендентным он является не в силу того, что, в принципе, все трансцендентное для нас является Богом. А трансцендентным он является в силу того, что мы все-таки конечные существа. А он является бесконечным существом абсолютно. И поэтому в силу несоизмеримости сущности. Но тогда может возникнуть вопрос, каким образом мы вообще Бога знаем отсюда. Этот разговор отсылает нас к тому, что Бог выступает в откровении. Что мы-то не можем Бога своим усилием знать. Это да. То есть мы не можем пожелать что-либо подобное узнать. Но Бог может пожелать выступить в откровение. Он может пожелать, чтобы мы его знали. Он в силу своего существа может выступить таким способом, чтобы втиснуться в наше понимание. И каким-то образом в чем-то проявиться. Почему? Мы говорим о знаках. Вот у нас есть этот опыт повседневный. И вдруг в этом опыте повседневного возникает какая-то аномалия. То есть Бог втиснулся, то что называется. Он выступил в откровении. Допустим, для конкретного человека. Он выступил в этом откровении тем способом, что он втиснулся в наш опыт повседневный. Вот это можно говорить о чуде. Вот есть чуде, да? Это один разговор. А можно говорить просто об аномалии. То есть с нами случилась какая-нибудь аномалия. Например, последовательность событий, неожидаемая. Вдруг она сложилась таким образом, например, что это по всем понятиям обычного опыта невозможно. Это не значит, что оно чудесно. Просто оно невозможно. Как это случилось? Допустим, течение обстоятельства странное. Которое вот так вот раз, и вдруг все вытекает на него нечто одно. Поэтому можно... Сейчас, есть у нас и два пути. Можно попытаться восходить, опять же, к рассуждению, дальше двигаться. Пытаться разбирать, если Бог есть место в сознании, что бы это значило. А можно попытаться рассмотреть саму феноменологию для начала, чтобы понять, что значит, что в нашем опыте возникают вот эти аномалии. Что значит, что в нашем опыте может возникнуть чудо, или какой-нибудь специфический какой-то у тебя опыт. Что это значит? Как вот надо к нему относиться? Ведь можно как его? Его можно проигнорировать. Человек смотрит, что-то странное происходит, но он его как бы не видит. Потому что в его опыте его нет. В повседневности. Ну, допустим, происходит что-то странное. Убивительное, невероятное стечение обстоятельств. Говорит ли это о Боге? Не обязательно. Не обязательно, потому что это может говорить о спецслужбе, о еврейском заговоре. Это может говорить о божек планетянах. В общем, явно кто-то как бы за этим стоит. Вот что мы понимаем, что это не могло произойти само собой. Кто-то это подстроил. Но кто этот кто-то? Насколько ему нужно быть всемогущим? Обязательно ему быть абсолютно всемогущим, чтобы это сделать. Или достаточно быть всего лишь офицером КГБ. Вот это непонятно. Правильно. И поэтому не всякая аномалия, конечно же, есть знак Бога. Вступание Бога в нашу. Не обязательно откровение. Для религиозного человека всякое. Вот там и состоит проблема, понимаешь? Что если... Да, у религиозного человека, но у него есть установка. Все, что аномальное, всякое чудо воспринимает именно с этих позиций. Но если быть... Мы же пытаемся все-таки феминологию самого... Добавлю в чулку. Или аномалии. Идем пользуются офицеры КГБ. Нет? Давай я серьезно. Ладно. Хорошо. Я понимаю, что как бы... И здесь мы находимся на некой грани, конечно. Да ладно, ладно, все. Я так... Я же как бы содержательный... И любого философа, который занимается таким вопросом, могут всегда заклимить, что он занимается типа ерундой. Не-не-не. Я просто пытаюсь как бы... Чтобы была видна разница между феноменами. Мне просто кажется, что закрывание глаза на такие феномены, как Абсолют, да, когда он в нашем опыте есть. Не-не. Это означает просто... Что часть опыта нашего отбросит. Тут надо как бы в чистоте его увидеть, да? Чтобы он не отличался от... Я согласен. Вот я пытаюсь сейчас это... Пытаюсь... Хочу просто понять. Аномалии и чудо. Его можно истолковывать, конечно, на рационалистическом. Да? В каких-то... Что могло... Всегда может случиться случайность. Всегда может случиться заговор или прочие вещи. Да. Можем ли мы, на самом деле, в этом вот аномалии или чуде узнать знак Бога? Есть ли какие-нибудь... К этому... Один вопрос только. А почему как бы... Истолковывать это с точки зрения Бога, это не рационалистически? И вот, допустим, если мы истолковываем это как... То, что построили все это инопланетяне, это как бы? Это рационалистически или иррационалистически? Ну, термины неудачные, согласен. Ну, как-то надо... Нет, надо как-то согласовать тогда термины. Можно истолковать, скажем так, нерелигиозно, или как там, без Бога можно истолковать. На других основаниях. А можно истолковать на основаниях, связанных с тем, что в наш опыт вступил... Вот, вступил в абсолютный субъект. Каким-то образом. Он же не может вступить. Он всегда ограничен в своем вступлении нашим опытом. Он может в себя только втиснуть в наш опыт. Он как бы может войти только тем способом, каким мы можем его постигнуть. Ну, допустим, как ангел. Вот возник перед какой-нибудь бабушкой ангел. Лучезавный. И вот она узрела, и у этого ангела, и увидела в нем, я уж не знаю, это посланца Бога. Так вот это вот что такое? Галлюцинации. Как надо к этому относиться? Или это действительно там, не знаю, можно всегда сказать, что это болезненная какая-то там, иллюзия там, или еще что-нибудь в этом роде там. Вот. У Достоевского там есть преступление наказания, я в свое время удивлялся, да, что там одному из персонажей является черти. И персонаж так рассуждает. Он не говорит, что на самом деле черти нет. У него возникает такое, а? Иван Громонский. Нет, Свидригал. И у Свидригала говорит, а вы знаете, не получается ли так, что мы рассуждаем это неправильно? Может быть, черти как раз и является тогда, когда мы вот немного сдвинуты, да, когда мы не находимся в нормальном состоянии обычно. Вот когда, вот нахожусь, человек находится в здоровом состоянии, ему черти не является. А вот когда человек немного болезненным состоянием находится, ему начинает являться черти. Но не потому, что он заболел, и ему стали черти являться. А потому, что он сдвинулся в некую другую реальность. Из нормальной реальности черти не были видны, а из другой реальности стали видны. Вот так же и здесь. Вот явился ангел бабушки. Она сдвинулась в другую реальность и увидела просто нечто другое. Или просто мы должны все так говорить, что она заболела, она там сумасшедшая, там галлюцинация и прочее. Вот, вот этого двойства всегда здесь присутствует. Всегда. Всегда вот можно все истолковать либо в одном плече, да, либо в другом. Как с этим быть? Ведь точно так же, когда я говорил про Фейербаха, можно было бы сказать, что мы создали мир небесный по образу мира земного. Мы взяли всякие земные отношения, перенесли, гипостазировали на небо. Можно так сказать. А можно сказать по-другому, как я и говорил. А можно сказать, что просто другого способа нам познать небесного нет. Кроме как на основании земных аналогий, на основании земных метафоров попытаться понять, что такое небесное. Вот два таких разговора они всегда присутствуют. И вот это вот, когда мы говорим в абсолюте, когда мы говорим вообще о таких вещах, предельных, мы неизбежно будем постоянно попадать в такую ловушку. И либо мы здесь выбираем, я имею в виду, не только ловушку, в которую мы сейчас конкретно в нашем разговоре попадаем, а любой человек, он видит перед собой ангела. И он всегда попадает в эту ловушку. То ли это галлюцинация, то ли это реальность. Так вот, а, извиняюсь, это тоже как бы не в тему, но это я не как мы сейчас, а просто предлагаю людям, которые снимают фантастические фильмы, снять такой фильм, что инопланетяне, вот они как бы хотят захватить землю. Они сначала собирают информацию, узнают, что есть такая вот вера в Бога, и дальше просто прилетают и представят в образе ангелов. Вот, и по всему как бы видно, что это вот ангелы, они летают, они как бы посланники чего-то там. Мы их как бы ждали, и вот таким образом они захватывают мир. Могу сказать, что есть такая теория заговора, что вот все фильмы, которые сейчас снимают про инопланетян, про всяких вампиров и прочее, что на самом деле людей готовят к будущим событиям. То есть прилетят инопланетяне, которые пьют кровь, прилетят инопланетяне, которые там человекообразный образ имеют и прочее, и чтобы люди были готовы. Анунаки там появятся, в конце концов, но чтобы люди уже не говорили, что их не предупредили. Есть такая версия, значит, но это же всегда, всегда наши, мы живем в мире в каком-то отношении, в мире фантазий. Наш мир, это... Не, ну, при этом, это же выигрышная стратегия для инопланетян, явиться в образе ангелов, и все, и все будет... Это все выигрышно, просто это... Мы пока заострили саму проблему, что всякий раз, когда мы разговариваем о неких предельных вещах, апелляция к тому, что это не опыт, а болезнь, на самом деле, она не проходит. Потому что всякий раз как бы невозможно это доказать никак. Может, сколько угодно бабушке там доказывать, что она просто эволюционирует, да, там, и лечить ее от этого, но это не будет доказательством того, что она действительно больна, а они не видят этих существ. Просто... Здесь просто вот такая вот грань проходит наших возможностей. мы принципиально не можем здесь ничего сделать. И может быть, все вот многие уже есть больные люди, там, шизофреники, там, всякого рода, да, то, что с ними происходит, ведь всегда же тут опять же такая же двойственность. Может быть, в отдельных случаях действительно там галлюцинации, там, какие-то еще там другие там болезненные эффекты свежести. Ну, галлюцинация не самая страшная. Хуже, когда прилетают инопланетяне в образе ангелов. Ну, как Игорь, Игорь Данил стал. Нет, просто вот что, как бы, еще интересно. Вот мы говорили про знаки Бога, как чудеса разные, там, вот, и прочее, про какие-то стечения обстоятельств. В общем, чудеса, они как бы удивительны. Вот. Много разного удивительного вот может быть появится какой-нибудь волшебник, который творит чудеса, и действительно будут чудеса, они будут необъяснены. То есть, иррациональное это не есть обязательно, как бы, Бог. Вот. Но, что, как бы, характерно для Бога? Это не просто чудо, это сакральность. Вот, как бы, тема сакральности, она ближе к Богу, чем тема чудесного. Что такое сакральное? Это священное что-то такое. Что-то, как бы, что-то, ну, это связано непосредственно с Духом. Да? Что-то, что требует от нас, ну, как бы, напряжение какого-то, там, что, души, вот, какой-то высоты требует. То есть, почему, как бы, нельзя, допустим, шутить, да, на религиозные темы? Потому что это сакрально. Только не получается, что то самое сакральное, которое ты пытаешься определить, это и есть нечто психологическое. У нас есть, допустим, это трагическое состояние, там, трагическое настроение, если есть, допустим, юмористическое настроение, есть там настроение, там, ностальгическое и прочее. Но, среди прочего, есть вот некое настроение, вот, возвышенное, допустим, с ним как-то связано именно сакрально. Ну, может быть. Не, ну, точно, если потребность, опять же, с переживанием, переживание, переживание, нет? Ну, может быть. Не, но все-таки у понятия сакральное есть и какой-то смысл, да? Вот, он и есть смысл, смысл вот сакральности. Вот, соответственно, как бы, раз есть смысл, есть, как бы, какой-то регион, который, регион мира, отчерчивается этим. То есть, может быть, вызвано, как бы, это, опять же, психологический разговор. Откуда это проистекает, из каких потребностей человека это возникает, психологический разговор. Можно его вести, а можно ведь и не вести. Ты знаешь, что, как бы, чисто исторически, сакральное и вообще святое возникает из понятия чистоты. Чистоты. Есть некая ритуальная чистота, и вот, это вот чистота в своей перспективе, да, вот оно вот дает такое понятие, как сакральное. То есть, в принципе, во многом религиозность основана вот на некой чистоте. Есть чистый, есть нечистый. И понятие чисто-нечистый, вот она, с этим также связано вот разделение, как богоугодный, то есть, угодный Бог и неугодный. Соблюдающий его забыли и несоблюдающий. Если, допустим, человек соблюдает забыли, он чистый. Но это не только чистота, этическая, но также чистота ритуальная, да, вот там, омовение ног, омовение, там, каких-то еще вещей, да, там, покрытие головы, там, какие-то, ну, много есть всякого рода признаков, по которым определяется чистый человек или нечистый. И даже если взять вот книгу мертвых, там уже, опять же, идет, когда приходит на суд человек уже, там, в загробном составе, он высказывает, что он не делал, он там не убивал, там, не воровал и прочее. И в конце у него вот такое заклинание, есть, я чист, я чист, то есть именно что вот чистота. я как бы завожу эту тему именно в связи с феноменологией религиозности, да, то есть вот эта всеобщая причина, она вроде как бы так вот к феноменологии непосредственно не относится. Удивление, как бы, ну, там, чудесность вроде относится феноменологически к религиозному, там, опыту, восприятию, но немного к чему еще относится, в том-то и дело. А вот сакральность, сакральность происходящего, это есть какой-то неотъемлемый атрибут религиозного спеть. Я говорю, безотносительно там каких-то психологических объяснений, почему так или... Ну, есть такое наблюдение, но это опять же феноменологическое, что, допустим, в монашеской запрещено смеяться, в принципе. То есть она тоже как-то связана с тем, что вот смех, он отвращает как бы серьезность жизни. А вот есть некая серьезность, вот ты говоришь про сакральность, другая сторона этого вопроса не только чистота, а еще серьезность. Да, вот можно относиться к жизни как поверхностно, да, что она такая простая, как она так... А таких люди говорят, что они легкомыслями, да, а можно пытаться вот вам все-таки увидеть под основу этого всего мира, что в ней страдали, что в конце концов мы умираем и прочее, прочее. Вот эта вот серьезность, она опять же апеллирует вот к этой сакральности, поема чистоты. То есть вот мы пытаемся сейчас выстроить, опять же, исходя все-таки из переживаний. То есть мы сейчас перескочим... Ну и с феномологией, религиозного чувства, вот это... Да, но это уже относится больше к переживаниям. То есть вот у нас... У нас, вообще говоря, три сферы явно выделились. Во-первых, переживания религиозные, во-вторых, мышление, с которым связано понятие Бога, ну и много что еще, конструкции какие-то богословские, да? И третье, это сознание. Вот мы как бы между этими тремя регионами... Причем сознание объединяет все. Оно должно это объединить. Потому что оно является последним основанием для всего. Какое оно нам дает вот пока непонятное... Пока оно дает только, да, дает нам пока некую возможность, что можно вот к сознанию опилировать как к некому основанию. В итоге. Потому что, ну вот есть некая интуиция, связанная опять же с тем, что сознание, именно сознание означает бытие и небытие, именно с сознанием связано вообще понятие того, что мы понимаем, что такое быть. А Бог часто именно понимается как бытие. Да, часто. То есть есть и другие определенности, которые адресуют Богу. То есть Бог еще так же не только как объект выступает, но и как субъект. Мы про личность начинаем говорить. То есть когда говорится, что Бог в бытие, это все-таки адресация к тому, что Он есть объект. А еще надо как бы что-то к этому добавить, чтобы Он все-таки стал субъектом. Так что? И допустим, если мы сейчас стоим на позиции и обсуждаем сторону вот этого божественного со стороны переживания. есть еще вообще говоря просто религиозные чувства. По какому-то значению любое чувство можно возвести божественность и ностальгию. Есть же даже понятие божественный смех. Вот, например, комедия Дант она божественная комедия. То есть если ее начнешь считать, там непонятно почему она комедия. Там показывается ад, как бы круги ада, показывается как люди страдают. Откуда взялось вот эта комедия? Может, конечно, здесь просто какая-то виды, коннотация термин, а может быть это намеренная все-таки вещь, что с точки зрения Бога наша вот эта жизнь это просто комедия некоторого рода. Как фарс. Или, допустим, представление у ниши о том, что представляет вот этот эллинизм, да, и что там представляет свой пессимизм эллинизм. что люди несмотря на все радостное ощущение своей жизни, тем не менее вот это вот внутри существует некая трагичность понимания, что вот мы конечные, мы смертные и прочее. То есть она постоянно как бы подспудная она существует. Но, тем не менее, существует еще и другая вещь, что, допустим, даже если мы конечные и смертные, то у нас есть оправдание тем способом, что мы являемся, как бы, мы как бы играем на сцене, мы являемся персонажами некого рода трагедии или каких-то историй для увеселения богов. Вот, как понимается, допустим, Ильяда. Что такое на самом деле Ильяда с точки зрения древнего человека? Своего рода люди являются некоторого рода артистами, да, жизнь наша как театр, как бы, и мы играем в каком-то театре божественном, да, и боги, наблюдают, как бы, наблюдают вот этот театр, и мы оправдываем свое бытие тем самым, на самом деле, что вот являемся персонажами некого, постоянно неких трагедий, не каких-то вот событий, которые происходят в мире. Ну, так вот, так попытается Ниша обосновывать с точки зрения древности что-то стоит оправданность человеческой жизни. То есть, как бы, другие способы ее не оправдали, потому что мы конечные существа, зачем мы есть? Там, если брать его работу «Рождение трагедии» из двух духов музыки, там даже есть такой интересный эпизод, который меня там любопытный. какого-то поймали панна там люди, чтобы спросить, в чем смысл, так сказать, человеческой жизни. И панна, смехаясь над людьми, сказал, рот, так сказать, конечный и недолговечный. Самое лучшее для вас вообще не рождаться, а второе, как бы, по лучшести скорее умереть. Но с другой стороны, все-таки такое представление о человеке, что человек только вот своего рода эпизод такой, знаешь, в лучшем случае яркая краска, которая может выступить на поверхности мира, оно человека превращает только в нечто несущественное. После христианства мы не можем так к человеку отнестись, потому что после христианства, после того, как вот Бог воплотился в человек, человеческая природа стала тоже равнодостойной природе божественной, но в чем-то равнодостойной, то уже нельзя сказать, что человек это просто, так сказать, нечто эфемерное, нечто мимолетное. То есть человек есть нечто, на чем мы можем теперь настаивать, что он нечто достойное, по крайней мере достойное Бога. И можно опираться именно на такую антологию, где человек является существенным и где надо выстраивать весь мир, исходя из того, что человек находится в его центре. Собственно, когда мы говорим про финны ноги, ведь именно об этом речь идет. Что это означает, что мы пытаемся найти место Бога в нашем сознании? Это означает, что человек центр, пуп, да? И мы пытаемся выстроить Бога, исходя из этого центра. Было так-то, по идее, если бы человек был чем-то мимолетным и несуществным, надо было бы центр где-то разместить вовне, как в древности это происходит. Есть некий перводвигатель, или есть некое единое, или есть некий Бог, который ничего творит, а человек какой-то мусор где-то на периферии обитает. В лучшем случае, что такое человек? Ну, там, какой-то раб божий, некое мимолетное мефимерное создание. Непонятно, то ли для забавы богов созданное, то ли вообще почему созданное, то ли как своего рода курьез, курьез истории, что возник такое существо. А теперь, на самом деле, после христианства мы пытаемся этот вопрос выкстрелить из того, что человек существенен, но внутри человека есть определенного рода структуры, и пытаемся Богу взойти, исходя вот из этой опоры на то, что без человека не обойтись, что человек существует, самое главное творение мира, и мы должны исходить именно из такой внутренней феноменологии, и восходить к Богу таким образом. На самом деле, здесь вот есть проблема богословская, которая состоит о том, что с самой постановкой вопроса мы слишком большое значение придаем человеку. Потому что вместо Богу вообще, даже в смысле откровения, вместо Богу не остается, потому что Бог должен согласоваться с нашими субъективными возможностями, даже в своем откровении. И получается, все уперлось в человека, весь мир стал субъективным миром, и возможность быть другому, иному, вообще становится проблематичной. Это же старая проблема, на самом деле. Человек может вообще приватизировать мышление, сказать, как Камп, что все мышление только субъективно. Все. И тогда Богу вообще никак не проникнет в нас. Каким образом? Если Богу только через переживание остается, конечно, такой канал. А так, получается, если бы все мышление только субъективно, только априорно лучше так говорить, если все мышление априорно, то и понятия, такие как Бог, и Абсолют, и прочие синонимы, они все являются априорными понятиями. И об их реальности, об их применимости к чему-либо, вне вот этой субъективности, вообще не идет разговора, и не может даже идти. Ну, собственно, с постановкой Кампус, как с новым коврос. Каким образом мы можем не опираясь никак на опыт, ведь здесь нет опора на опыт, когда мы говорим об Абсолюте, каким образом мы можем восходить к чему-то такому. Иначе говоря, как мы можем образовывать синтетические высказания, синтетическое знание в области разума. Потому что разум, может ли разум порождать некое новое содержание? Ну, хотя бы даже не порождать, хотя бы даже хотел схватывать. Я видел у вас на философском штурме кто-то спрашивает, Бог, это синтетическое суждение или аналитическое? Ну, там кантианцев очень много. Все очень любят Канта, и поэтому как бы работают в основном в его сетке. Ну, просто с другой стороны Канта является некую парадигму на нашем принципе мироощущении, что в центре всего мира стоит человек со своими способностями и все как бы остальное завязано с этим человеком. Должно сообразовываться. Да, и должно сообразовываться. Хотя для древнего человека вот такая наглость человеческая, такое высокомерие и себя любие, чтобы на самом деле все, весь мир почему-то должен считаться человеком. было невозможно. Собственно, древнее как ты говорил религиозное мироощущение оно именно опирается на то, что в человеке есть нечто ничтожное и более того даже рядоположное таким всем, например, зверям, растениям и прочее. Почему на самом деле раньше были жертвоприношения и невозможно было есть мясо иначе как сначала принеся в жертву и убу. Потому что это убийство, а животные рядоположные люди и надо было все-таки каждый раз обосновывать как возможно убийство. То есть Бог, конечно, разрешает убивать животных, но тем не менее только с разрешения Бога можно было это санкционировать. Поэтому всегда возникает такая дилемма, потому что человек не чувствует в себе чем-то супер важным, чем-то особенным. Животное тоже же живое, но не такое, как человек. Оно другое, но тем не менее подобное нам в чем-то. Ну, получается, что мы нашли некую ограничительную опять же линию проходящую между богословием христианским и богословием, скажем, древней. То есть в древнем богословии разговор о том, что человек нам должен как-то санкционировать битье Божье, он бы просто не встал бы. Ну, как это так? Почему для существования Бога нужно обязательно вот эта какая-то феноменология и выстраивание этого Бога изнутри? Но мы теперь по-другому уже не можем, потому что мы все-таки теперь всегда существуем в некотором дискурсе обоснованности, достоверности, доказательности. Мы не можем сказать, что как бы есть Бог и опираться на такое существование без обоснования каким способом мы к нему имеем доступ. Мы должны показать изнутри какие-то... Мы должны, во-первых, показать опыт этого, потому что если нет опыта, то тогда это некая абстракция. Если абстракция, то тогда это может быть либо нашей выдумкой, либо, допустим, если не выдумкой, абстракция какой-нибудь необходима. Но тем не менее, будет трудно перейти от этой абстракции к чему-то реальному. То есть к самой реальности. Какие вам люди? Опять же, возникает сразу же опровержение антологического доказательства со стороны Канта. Что бытие не является реальным предикатом. Что нельзя перейти от понятия Бога к самому существующей реальности. Ну да, но вот, кстати, мы тут говорили пока курили про Хайдегера, и у него фактически Бог выступает как само это бытие. То есть у него не так, что предикатом Бога является бытией. У него и тизящно получается. Что само это бытие и занимает место Бога. И ничего другого как бы нет. У него и нет другого содержания. У него и другого содержания нет. То есть нельзя сказать, что он бытие к чему-то пришил. Что он может сказать? При этом и сказать кроме того, что это бытие ничего не зря. То есть что такое Бог? Это получается это то, благодаря чему может существовать мир. Основание. Основание мира. А что такое основание мира? А это бытие. Это как бы то, что оно действительно различает существующее и несуществующее. Оно дает возможность существующему существовать, потому что дает ему самого себя. все. Интересно, что Ханик все-таки в этом вопросе как-то очень стеснительный цель. он нигде напрямую так написал. Ну ты же говоришь, он как-то там в произведении прописал про сакральное что-то. Вообще в нашей культуре, если так, я имею в виду прежде всего культуру светскую, философскую, сейчас научную среду, обсуждение вопроса о Боге становится как-то стыдно. То есть всегда можно как-бы человека упрекнуть в каком-то мракобесии, если вдруг он начинает говорить о Боге. Но тут, правда, надо... Я, чтобы поимпортировать публику, периодически в отделе что-нибудь про Бога да и скажу. Ну да. Ну что-нибудь такое. Вот на меня смотрят такими страшными глазами и говорят, оставьте свои фантазии. И верование при себе как-бы это является чем-то таким, что, ну знаешь, это какой-то интимный такой... В том числе, да, не просто там неприлично, это как-бы неприлично, еще как-бы что-то интимное. Ну как так? Про Бога говорить. Да нет, здесь же вопрос, люди путают, просто религиозность и вопрос о Боге. Можно сколько угодно разговаривать о Боге и не быть это религиозным. потому что вопрос о Боге это тот вопрос, которого не избежать, потому что он просто стоит на повестке дня. есть такой вопрос, нравится он кому-то или не нравится, от него невозможно от него уйти. Ну что это значит? Вот у нас одна тема есть, допустим, связанная с физикой, другая тема есть, связанная с метафизикой, с познанием, с логикой и прочее. А есть такой вопрос, как связанная с абсолютом. Он точно так же требует некоторого философского внимания, его точно так же надо разрабатывать и обсуждать. И можно быть даже не религиозным человеком и тем не менее обсуждать такие вопросы.